дарья приветствую вас добрый день я уже говорила в начале нашего эфира о том что у нас сегодня тема про этику отношений фотографа и модели и вот насколько я знаю вы пережили как раз не самую приятную ситуацию не может быть сможете рассказать немножко об этом да конечно конечно действительно не так давно скажем так я обнаружила не самые приятные подробности моего сотрудничества с одним фотографом и попыталась сделать все возможное чтобы предупредить моих коллег и людей которые на меня подписаны в социальных сетях чтобы но как-то были осторожны частности с этим фотографом и с подобными проявлениями буду говорить как есть то есть знаете тут такие двоякие на самом деле ощущения с одной стороны у меня регулярно проходит фотосессии какие-то рекламные значит съемки поскольку я профессиональная актриса служу в театре и и скажем так опять на работы и до недавнего времени в общем не было никаких моментов которые могли бы как-то меня привести в замешательство вот за исключением последней ситуации когда я на протяжении определенного времени сотрудничала с одним фотографом вот и то есть но мне не было никаких нареканий к этому человеку мне нравились фотографии и так далее и степень скажем так доверие было до такой степени было так было таковой что однажды мы приняли решение сделать определенные фотографии скажем так достаточно откровенные фотографии вот для чего но понятно что не для такой общей выкладки есть определенные ценцы в соцсетях и так далее скорее мне это было необходимо как тренинг или что-то из этой серии как с позиции раскрепощения и сразу говорю что есть различные фотосессии то есть прямо откровенная эротика и портана это к этому конечно не относится момент определенного обнажения но скажем так и есть и художественный формат подобной съемки для меня это было достаточно откровенно вот соответственно мы все это сделали и спустя какое-то время я обнаруживаю что мои фотографии уходят по рукам ходят по рукам и соответственно как выяснилось что слил эти самые фотографии распространил тот самый фотограф которому я доверял и с которым продолжительное время сотрудничала более того я всячески рассказывала о нем социальных сетях хвалила и говорила что вот идите действительно особая атмосфера где можно лица раскрыться и так далее вот поэтому я приняла такое решение написать пост где обозначила имя фотографа выложила в своих соцсетях и обнаружила вот этот момент то есть недобросовестное отношение к своей работе помимо всего прочего я также обнаружила что не только мои фотографии вышли в света таким образом мои коллеги мои знакомые также но пришли значит к обоюдному решению с этим фотографом сделать откровенные фотосессии и также снимки разошлись по рукам и то есть насколько я знаю что они не продавались но они так показывали знаете абы как кто вы желал на них смотреть тому соответственно они отправлялись какой комментарий могу дать по этой ситуации но для меня это конечно антипрофессиональное поведение такого быть не может здесь безусловно были определенные договоренности с человеком главное вот что я для себя подчеркнула что конечно это безусловно моя мое упущение что не были подписаны никакие бумаги перед подобными фотосессиями и соответственно вот как результата то есть ничего кроме кроме поста я этому человеку предъявить не могу поскольку у меня нет никакой документации на руках никакого договора и соответственно с другими девочками моделями та же самая ситуация сказать что я стыжусь в этой ситуации да что меня кто-то там увидел нет конечно потому что театры моя профессия предполагают определенную раскрепощенность бывали ситуации что мне приходилось приходил до в общем были ситуации когда я обнажалась частично в театре или для каких-то съемка съемок фильмах так далее роликах в общем это все было с позиции работы поэтому я к этому спокойно отношусь и заранее понимаю для чего и как и все это будет снято и как где все это будет использоваться но в этой ситуации да действительно это было мое упущение я наверно могла бы сказать насколько это было для меня такая ну личное потрясение травма поскольку это был близкий для меня человек вот но я думаю что это уже такая личная история касается исключительно меня моих переживаний я в свою очередь урок усвоила больше я таких моментов не допущу но и соответственно вот хотелось бы пожелать каждой фотосессии это прекрасно действительно это момент раскрепощения это контент для вашей работы для ваших соцсетей это в конце концов памятные снимки я говорю не только про откровенные фотосессии но как уже вот выяснила на своем примере необходимо в обязательном порядке заключать договор подписывать бумаги и чтобы была возможность мне конечно проверенным людям ходить с хорошими отзывами вот чтобы уже знаете не думать а что там будет завтра здесь на открывалась на откровенчивался так далее вот такая ситуация у меня случилось самое приятное да вообще ну можно сказать ситуация не то что не самая приятная община и поганишь а если учесть то что ну вы весьма популярный человек и пользоваться этими фотографиями ну в таком ключе это же ну просто вообще уму непостижимо честно говоря то есть у вас же в любом случае у вас есть своя репутация вот как-то это все очень не очень вы знаете ну еще раз повторюсь и молодая красивая женщина стыдиться мне нечего здесь безусловно работает для меня в большей степени человеческий фактор и моя ответственность перед тем людьми для которых я говорила и всячески советовала именно этого фотографа здесь к сожалению я не могу повернуть время вспять но потому что я действительно не предполагала и не ожидала то есть но опять же это зона моей ответственности впредь я буду более осторожно в подобных рекламных постах и рекламных выходах вот но а если мы говорим про человеческий и мужской в данном случае мой фактор но для меня конечно это абсолютно неадекватное поведение ни мужчины ни фотографа ни человека не специалисты для меня это очень низкий подлый поступок и я ну единственное что наверное можно здесь порадоваться что продолжение никакого в связи с этим нет есть как сказать сжигание всяческих мостов и вот пропаганда в определенном смысле не делать того что сделала я вот и все конечно знаете как адекватным человеческим каким-то раскладом здесь невозможно разобрать эту ситуацию без меня это вообще нонсенс какого быть не может ни с какой стороны это отвратительно это ужасно это низко и ну я не знаю если если например вот меня спросить я даже не знаю ну как минимум это извинение как минимум это извинение так по какой-то покаяния в конце концов причем публичные ну потому что много людей попало вообще в эту ситуацию много девушек вот но к сожалению специалист не сделал никаких выводов и никаких извинений не принес и продолжает свою деятельность по сей день и до в какой-то момент я даже огорчалась потому что я поняла что ну это фактически знаете как черный пиар когда но я тоже схожу со мной это такого не получится но я так как-то понимаю все иначе это наверное возможно там какие-то личные отношения в связи с этим возник этот пост ну что я могу сказать дальше уже как говорится умные умные люди свои выводы сделали а все остальные видимо будут учиться на своих ошибках но я все таки призываю прислушаться к моему примеру и не ходить в эту зону в эту сторону но вообще это прям ну абсолютно нарушение этичности со стороны фотографа это раз а два где гарантия что остальные также не попадут в эту историю в любом случае человек то он продолжает работать да да и ну во первых конечно на меня подписан не весь новосибирск к огромному моему сожалению а зря а то бы сразу все узнали куда ходить не надо вот ну да и тут можно пожелать только одно что когда ты делаешь шаг в эту сторону когда ты проявляешься в таком ключе в таком качестве то это все должно быть задокументировано в обязательном порядке и специалисты и истинные мастера своего дела они отринув все эмоции конечно готовят документы ты понимаешь что тебя ждать и где прописываются сроки варианты использования варианты даже знаете временные выкладки то есть может ли фотограф использовать ваша фотография в своем профиле и так далее то есть очень много разных нюансов на которые имеет смысл обратить внимание ну вот и конечно я просто призываю всех пожалуйста будьте бдительны будьте внимательны и все вот эти моменты проверяйте видите тут еще парадокса в чем что я бы могла ничего и не узнать то есть я знаю что бывали ситуации когда фотографии продавались то есть когда буквально на них делался бизнес да как вот что такой черный рынок или как еще называется вот но мои фотографии они не были столь откровенно чтобы как-то можно было в таком ключе продавать к сожалению не все фотосессии были в таком сдержанном ключе вот но что я могу сказать еще раз повторюсь это но это меня это антипрофессионально то есть этот человек вне профессии это какая-то другая зона неведомая мне и к огромной моей радости меня вот на данный момент не касаемо я вот очень надеюсь что в дальнейшем не придется сталкиваться с подобными проявлениями особенно еще раз да повторюсь что человек имел определенное значение в моей жизни и определенную степень доверия я бы даже сказала абсолютную потому что ну мы были знакомы в районе трех-четырех лет и вот такая обратная сторона медали это конечно да но видите такой урок вот а у меня вопрос вообще для человека популярного вот для вас насколько эта история вся влияет на репутацию вы знаете но на репутацию влияет все что угодно делаешь ли ты что-то или не делаешь что-то во первых опять же у моей радости или к моему неудовольствию я не настолько популярна то есть ну я популярна в своей скажем так театральной среде меня знают зрители театра в котором я служу вот как-то в общем в рамках социальных сетей скажем так наверно вот это будет самое точное я знаю что люди которые известные актеры актрисы и певцы и певицы ну и спортсмены в общем целая история в определенной категории людей которые известны на всю страну и не только в нашей стране они конечно наверное здесь резонанс был бы больше в моем случае это все-таки такая местечковая история вот вы знаете я давно уже убедилась в том что вне зависимости от твоего поведения мнения бывают разные и наверно совершенно парадоксальные вы не представляете какие комментарии мне оставляли под постом когда я выложила его от того что меня упрекали в том что я пиарюсь за счет этой истории я подумала на интересная конечно тема то есть вот так пашешь пашешь в театре выпускаешь в роли замечательных спектаклях с великолепными партнерами но не хватает тебе пиара их чем бы мне при пиарится взрослая сознательная женщина да вот пожалуй в эту сторону схожу еще такого у меня в жизни не было вот такие моменты были кто-то в принципе говорил что вы знаете вам сделали одолжение выложив ваши фотографии потому что вы настолько не хороши внешне что ну хотя бы так я же как взрослый адекватный человек понимаю насколько это не касается меня и вообще никак меня не определяет и соответственно когда пишутся подобные комментарии только вот человек определяет сам себя на никоим образом не меня не мое настоящее не мое прошлое даже не даже мою откровенную фотосессию в конце концов а кто-то просто например писала вы покажите фотографии то чтобы было понятно в чем сербор я соответственно тоже понимаю ребята ну то есть вас не смущает даже был нарушен факт и мои мы моих границ моей свободы в конце концов правильно вы заметили была попытка мою репутацию втоптать в грязь вот но фотки покажите то есть всегда есть момент такого знаете наблюдение хейт какой-то прям это вот впечатление что на хейте но я понимаю прекрасно что когда я выложила в пятницу в субботу где-то неделю чуть больше недели назад даже наверное уже две недели назад фактически вот время прошло и как-то так вот мне более-менее известно что я говорю и фотограф этот продолжает свою деятельность и как-то планирует в дальнейшем свое творчество и поклонников много и поклонниц много и желающих фотографироваться много и платить за это деньги и ну как бы берегов нет горы что-то море по колено горы по плечу но еще раз повторюсь да это уже не моя история я считаю что моя репутация в связи с этим не пострадала то есть мне здесь стыдится и по большому счету же тарик ловала этому фотографу в течение трех лет это знаете то есть но вы же проверяете все равно специалисты даже если его кто-то вам пиарит или вы там где-то увидели ссылку и так далее вы же все равно как-то сами интересуетесь смотрите как минимум портфолио понимаете списывать общаетесь с человеком если вы этого не делаете но тогда это вообще отдельная история но я как правило всех специалистов проверяю и никогда не доверяю чужому мнению то есть оставляю всегда свое персональное вот поэтому здесь как-то ну в общем здесь я ставлю точку себя фотографироваться я не перестану и возможно однажды решусь на откровенную фотосессию с другим фотографом которому буду доверять но конечно что уже все свои предыдущие ошибки будет документации будет какой-то сговор будет проверенный человек и в конце концов почему бы и нет потому что но если я не считаю возможным и нужным здесь себя как-то ограничивать если желание настроение и определенная форма внутренне и внешне то почему бы и нет опять же для чего ты это делаешь надо понимать я планировала в эту фотосессию не с позиции опять же знаете каких-то выкладок в конце концов мой сын смотрит инстаграм и поэтому у меня достаточно все причёсано и вконтакте то есть в общем социальных сетях есть определенные ограничения и я не считаю нужным и возможным пиариться за счет голых фотографий то есть смысла в этом я никакого не вижу я много прекрасных снимков других где я во всей красе могу предоставить конце концов или мои дела пусть говорят за себя и не знаю мои работы в театре где-то мне театра понимаете да то есть на этом конечно все не ограничивается это было скажем так разовая акция но которая провалилась в этом смысле вообще меня на самом деле поразили комментарии вот вы рассказали когда про то что люди пишут я просто вспоминаю вот эти истории это же вообще популярная тема обвинять того кто пострадал вот вышла вечером в мини-юбке всему это ты сама виновата это не тот человек который тебе зло сделал да это ты сама вот ты вот напросилась и вот и в вашем случае тоже поражает просто человеческое я не знаю свинство я по-другому назвать не могу причем вы знаете ну я так хочу вне оценочных категорий я еще раз повторюсь я не удалял эти комментарии с той позиции что ну просто человек сам себя обозначает возможно он через какое-то время перечитает и подумал господи зачем как как все это может быть удивляет понимаете мол а зачем ты туда пошла но и мои аргументы например на этом правда особо никому не расписывала я же за себя знаю что это была моя личная инициатива для моего личного пользования не для показа кому бы то ни было не для выкладки куда бы то ни было уж тем более вне рассылок огромному количеству незнакомых мне мужчин понимаете да и поэтому я доверилась человеку который не оправдал мой доверие в полной мере просто ниже плинтуса упал в моих глазах вот ну а тут конечно вообще есть такой момент но опять же тут надо работать с этим я представляю как тяжело живется тем людям которые способны на такие комментарии и такое ощущение потому что не дай бог случись это с ними они даже не смогут сказать ну представляете да то есть это я во всем виноват или виновата а это абсолютно не так не короткая юбка не декольте не яркий это не свидетельство что вот в частности да женщина она готова к чему бы то ни было как минимум как-то надо все согласовывать обсуждать и прочее прочее вот безусловно имеет место быть что надо быть осторожным возвращаясь поздно домой да и как-то ну вот эти все моменты учитывая но ведь немножко на другую тему но еще раз повторюсь если возвращаться к фотосессии а если модель раздевается в кадре даже не будучи профессиональной моделью да ну то есть съем буквально порно я не с ламинации взрослые направления это совсем не значит что между фотографом и моделью может быть какое-то понебратство или какие-то знаете вне рабочие отношения но абсолютно нет есть профессия фотограф есть профессия модели есть это надобность которую как-то люди преследуют свои работы и вообще результат которым они идут здесь конечно все это очень непрофессионально это говорю мягко на самом деле могла бы все это формулировать гораздо жестче в общем такие дела такие пироги непрофессиональные получились по итогу но на самом деле у меня складывается впечатление что человек то общем-то пытался ну хайпануть на всей этой истории а учитывая вот например скажем вашу да опять же я вот в очередной раз говорю слово популярность учитывая вашу популярность да и ему же это тоже может уничтожить по большому счету репутацию после того как это все полезло ну стало известным после того как все что он делал да по хорошему это может быть и не черный пиар хорошим это же может абсолютно уничтожить его как фотографа и ну кто пойдет потом вы знаете мне действительно очень жаль очень жаль что человек талантливый человек талантливый действительно талантливые даровитый видящий и понимающий фотографии на мой взгляд вот даже спустя в эти все события и переживок я признаю это мне очень жаль что есть какая-то другая сторона вот у его творчество которая как-то на мой взгляд перечеркивает все предыдущие положительные моменты к сожалению еще раз повторюсь мне кажется что на этом не остановится данный фотограф и будет продолжать фотографировать и возможно даже к огромному моему сожалению а практиковать подобное что случилось со мной с рядом других моделей актрис к огромному сожалению здесь я никак видите у меня нет инструментов чтобы воздействовать на него все что я могла знаете так немножко на личной информации личностной такой он написал мне после того как я вот все это объяснил свою ситуацию и сказала что я курсе и как то есть не были скрины вот этих пересылок и когда я человек написал мне что в связи со всем хорошим что было у нас до этого не могла бы я забыть обо всей этой ситуации и никому они не рассказывать ну мне кажется что это клиника своего рода ведь я даже не знаю как это комментировать потому что здравыми рассуждениями здесь но это невозможно это выходит как-то за границы а когда мы приходим к доктору когда мы приходим к любому специалисту мы же как-то доверяемся мы же понимаем что человек профи в своем деле что как-то он работает зарабатывает деньги но человек же думает элементарно о своей вот правильно вы сказали репутации и хотя бы это может и должны его останавливать от подобных проявлений но почему-то очень часто складывается ощущение что кто-то забывает об этом или кто-то в силу своего дурного характера понимаете так влияет на свое же собственное дело что ставит себе такие стопы я не думаю что это повлияет на репутацию этого специалиста я уже об этом говорила потому что есть ряд других женщин девушек вообще вы знаете мне кажется здесь как эта тема гораздо шире я думаю а почему нас так тянет и фотосессиям и с одной стороны дело хорошее действительно вот память да с другой стороны есть определенные такие эмоциональные фото проявления когда нам возможно в реальности в своем в своем настоящем своих буднях не хватает возможно какого-то внимания не хватает красоты не хватает какой-то какой-то раскрепощенности в общем здесь работа над собой и без конечно одними фотосессиями откровенными или не откровенными здесь не обойтись здесь какая-то комплексная работа я в частности говорю о девушках но поскольку видите фотографии обнаженных мужчин он не пересылал вот пересылал именно женские снимки вот и мне хочется просто тоже понять что с нами с девушками с женщинами прекрасными уникальными удивительными происходит что во первых мы не как сказать не просекаем фишку некачественного человека рядом с собой во всех смыслах да что нам не позволяет как-то дополнительно проверять специалистов с которыми мы работаем и вот очень часто мы действительно на заклад просто у меня снимают все это же так прекрасно замечательно то есть как будто мы себя недооцениваем постоянно и вот эти фотосессии мне кажется даже знаете вот их стилистика то есть я не видела его в такой работе вот а то что я увидела и для меня это было неожиданно там даже сама стилистика была какая-то серия жена уничтожительная что ли то есть какая-то видимо своя история проживала здесь и соответственно модели девушки на это шли они тоже что-то в связи с этим проживали возможно какие-то свои травмы и так далее в общем история здесь гораздо шире дело не в одном конкретном человеке хотя безусловно и в нем тоже а дело в каждой из нас которая как-то свой вес должна что ли как-то иначе ощущать на достоинство иначе понимать себя в пространстве в мире ощущать как-то иначе понимать что мы имеем право но на какие-то такие абсолютно понятные и здоровые вещи а мы почему-то себя женщины в этом ограничиваем как-то немножко неправильно себя позиционируем то есть мне кажется имеет смысл об этом подумать кстати вот ну исходя из этой ситуации я лично об этом думаю вот комплексная работа проходит комплексная тут мне кажется еще проблем в есть в засилье вот этих фотографов которые сейчас стали появляться и в отсутствии наверное но отчасти информированности многих людей ты идешь ты в любом случае идешь это да действительно на полном доверии да ты идешь там для какой-то определенной цели и ты не ожидаешь подвох и в вашей истории стало известно а ведь это могло бы и вообще не вылезти наружу и вы могли бы не узнать где-нибудь там по городу ходили бы люди которые бы на вас смотрели бы хитро улыбались а вы даже не знали про эту неприятную ситуацию это действительно так вы правильно сейчас все сформулировали вы знаете но еще раз повторюсь что если кто-то ходил и хитро улыбался ну значит это счастливый человек он видел меня в определенном ракурсе я хожу в зал у меня прекрасный тренер я слежу своим питанием еще раз повторюсь молодая красивая женщина то если стесняться нечего для меня лично видеть эта история она разделена на два фактора во первых мои личные отношения с этим специалистом то есть здесь был такой женско-мужской неожиданный момент вот и ко всему прочему еще раз повторюсь моя ответственность перед теми людьми которые пошли к нему и доверились ему благодаря моим постам и моим отзывам поэтому я не могла здесь промолчать всю личную часть соответственно я оставила за границами этого поста все то что могло быть полезно всем тем девочкам которые пострадали об этом и соответственно его потенциальным моделям ну вот я еще раз говорю да и это все обозначено более того я не буду скрывать что я написала всем девочкам фотографии которых я обнаружила и предупредила лично об этом но там тоже разные истории в связи там с какими-то их личными факторами еще раз повторюсь что там мне кажется ни одна из них не планировала как-то на выкладывать это в общем на всеобщее обозрение это были какие-то личные кадры которыми девочки планировали делиться самыми близкими людьми на что имеют полное право вот и конечно все они предупреждены и кстати отношения у многих из них отличные от моего это тоже удивительно кто-то просто мне не поверил кто-то как-то вообще отреагировал странно но опять же предмет это предмет их личной биографии мое дело было предупредить ну или во всяком случае я взяла на себя такую ответственность касаемо засилия фотоу фотографов это прекрасная профессия и тут я четко понимаешь надо отделять муха от котлет и знаете ли картошку от чего-то там еще не самого приятного да по одной простой причине не может один человек скомпрометировать целое направление не может и фотографы прекрасные и они развиваются и они обучаются и даже если они только в самом не мне кстати пишут очень много начинающих фотографов на предмет давайте посотрудничаем то есть понятно что там это бесплатная фотосессия и у меня всегда восхищает как ребята предлагают идеи я вас вижу вот в этом качестве в этом качестве как-то обсуждают со многими соглашаю истинное удовольствие еще раз повторить за меня это такое своего рода тренинг то есть особенно когда у меня затишье в театре а здесь новые образы то есть это всегда классно интересно и здорово это из меня это способ снять напряжение снять стресс и так далее еще раз повторюсь когда я снимаю 100 мариновом образе скачу ли я на лошади или выглажу ли я собаку или развалилась ли я в красивой позе на льду на обском водохранилище у нас и вот такие опыты были все это не переходит границы профессионального общения со специалистом то есть после этого не следует замужество брак или чего бы то ни было вот это тоже надо понимать а то возможно но кто-то считает что и здесь какая-то червоточина и здесь что-то неправильное происходит нет нормальные вещи к этому надо относиться только так если кто-то думает как-то иначе какие-то свои выводы делают это совершенно какие-то больные на мой взгляд люди и непрофессионалы и включая кстати и модели которые в кадре которые что-то там для себя придумывают и соответственно фотографы которые тоже что-то такое для себя понимают что за глупости и парадоксально то то еще вот опять же возвращаясь к моей ситуации что есть целое направление и если бы я хотела как зарабатывать это не знаю скрытно не скрытно я бы обратилась в ту сторону понимаете если бы я хотела чего-то такого я бы пошла туда и соответственно больше чем убеждена что каждый взрослый человек знает в какую сторону посмотреть и какое слово в поисковике забить чтобы полностью удовлетворить все свои интересы в этом плане то есть а здесь даже близко об этом речи никакой не шло и вектора подобного не преследовалось и не имелось в виду еще раз повторюсь нормальные адекватные здоровый специалист и соответственно модель ну ходит именно в том направлении в котором они ходят и не рассматривают какие-то другие направления а все остальное это уже за гранью за пределами нормы морали профессионализма в общем говоря простым человеческим языком для меня это полнейшее профессиональное человеческое дно если вот совсем уже так исключая лучше не сказать конечно 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 но не смотря вот опять же чем обращаясь к хейтерам уже слово модное то ли хейтер то ли хейтер я хочу сказать что конечно и поддержка была колоссальной и очень признательно всем людям всем моим коллегам и подругам и знакомым которые не вдаваясь в подробности а что случилось а что произошло как бы понимали ситуацию понимали то есть все знали этого человека в моем окружении понимали что ну раз я на это пошла и выложила пост такой обличительный значит ну что-то серьезное и писали коротко понятно обнимая держись и так далее нужна помощь какая нужна помощь и так далее вот и таких людей в большинстве своем и вот пожалуйста ты то с кем ты дружишь кстати это относится и к моим друзьям и соответственно ко всем товарищам которым были пересланы перенаправленные фотографии с тех самых фотосессий вот тебе и как говорится пожалуйста вот тебе и зеркало точно но я хочу сказать вам спасибо огромное что нашли время с нами пообщаться радует на самом деле что вы не планируете вот как-то в этой истории закрыться и сидеть грустить мне я прям я вас влюбилась честно мне нравится ваша позиция безумно спасибо огромное благодарю спасибо что решили также подсветить эту историю видите мы с вами достаточно деликатно сейчас по ней прошлись те кому будет это интересно и у кого возникнут какие-то вопросы или кто желает уточнить для себя имя и точные координаты могут прийти ко мне на страницу в социальных сетях и соответственно прочитать пост и понять для себя уже определиться а куда ходить стоит а куда ходить не стоит к этому человеку я категорически не советую хотите обращаться к нему с позиции фотографии ну и на мой взгляд конечно тут ряд других моментов также подсвечены и возникает поэтому пожалуйста будьте осторожны берегите себя и в частности я обращаюсь к девушкам уже кончилась связь правильное правильное мнение касаемо себя и своих как это сказать на своих прав а права у нас безусловно есть как у любого другого человека вот благодарю вас вам спасибо всего доброго